Всех мучает вопрос, почему люди покупают именно гречку. Ответ простой. Рис из Китая, а макароны из Италии. Кто-то пишет, макарохи-то, из Италии. Может ещё багеты ашанские французы пекут. Ну, некоторые сорты макароны правда из Италии, а большая часть наши отечественные. Когда не очень любишь делиться своей чашкой, теперь точно никто не возьмёт. Весна, твердили они, иди погуляй, говорили они. Ого, кот снежка насобирал. Как и предвещали Потап с Настей Каменских, весна действительно выдалась чумачечей. Ну, как вам мои новые реснички? Фига себе реснички. Кто-то пишет, верни батины усы на место. Больше на брови похоже. Вдобавок к Кибертрак, Тесла представила трейлер с солнечными панелями, который может заряжать авто во время езды. Кто-то пишет, не успела выйти на рынок, а уже выпустили пауэрбанк на колёсах. Тем временем у нашей обновлённой Нивы появились крутилочки на печке, вместо сраных рычажков. Да мне кажется, на Алиэкспрессе уже давно должны такие пауэрбанки появиться. Для Теслы. Кто-то отвечает на моё сообщение спустя два часа. Я выжидаю четыре минуты, чтобы ответить, типа я тоже игнорю. Не с тем связался, чертила. Как вы там? Во взрослой жизни? Акуна мотата? Та пишет, полная мотата. Акуна мотал я такую взрослую жизнь. Жизнь меня отхакунила и помотатила. Амаль пишет, полная акуна по самые мотата. Где бы вы ни были, просто помните, что Тверь везде. Покупаешь в магазине туалетную бумагу. Раньше. Боже, все будут думать, что я какаю. Сейчас. Боже, все будут думать, что я дебил. И да, всем привет, друзья. Меня зовут Алексей Сова. И это новый выпуск Мемозга. Поехали. Путешественник во времени. Быстро, а какой сейчас год? Я. 2020. Путешественник во времени. До или после пробуждения Ктулху? Я. Все. Сейчас лучше работать из дома. Риэлторы. О, мы тоже недавно купили монополию себе. Ну, чтобы дома играть. Один раз, по-моему, мы в неё сыграли и всё. И она уже пару месяцев лежит на шкафу. Надо будет, кстати, достать поиграть. Меня сейчас разорвёт, если я не напишу, что представителя знатного сословия среди ракообразных называют аристокраб. Простите. Подходит ко мне как-то представитель среднего класса и говорит. Вы когда пьёте бутылку, не выбрасывайте, пожалуйста. Мозольки натер. А теперь поговорим о действительно важных вещах. В это сложное время, когда всё рушится и закрываются границы, когда паника проникает во все уголки нашей родины, пора задать вопрос. Только поймите меня правильно и отнеситесь к этому серьёзно. Попробуйте ответить на него без паники и страха. Как думаете, в этом году черешня будет? Конечно будет. Куда она денется? Подорожает только, скорее всего. Как и всё остальное. Что бить будем? Ну, я люблю котиков и пиццу ещё. Ни слова больше. Идеальная татуха. Мама. Ты ж приезжай домой, если вас на карантин закроют. Я. Мам, я ж в большом городе живу, а ты в группе риска уже. Мало ли чего, я тебе привезти могу. Мама. Ой, да шо ты там привезёшь? Главное банки от огурчиков обратно привези. Да-да, и от помидорчиков. И от компотика. Самые богатые 10% владеют 70% всего богатства. Самые глупые 10% владеют 70% всей туалетной бумаги. Ничего-ничо, а скоро туалетная бумага станет реальным богатством. Посмотрим, как вы заговорите. Всего 20 лет разницы. 1,44 мегабайта, 64 гигабайта. Да, я помню такие дискетки. И именно фирмы вот этой вербатим у меня было, ну, несколько штук точно было. Как защитить себя от коронавирусов? Три шага. Первое. Купите феноменологию духа, Гегеля. Дешевле, чем санитайзер для рук. Второе. Прочтите её от корки до корки. Это вас задержит дома как минимум на 2 недели. Третье. Попробуйте поговорить о ней с другими. Они всеми силами будут вас избегать. Сразу представляю, как я замучаюсь во время уборки. О, это лестница такая. Как по ней подниматься? Она же кривая. Ну, ступеньки кривые. Кто-то пишет, два типа людей. Уже вижу, как мучаюсь с ней во время уборки. Уже вижу, как падаю с неё бухой. Во-во, я походу ко второму типу. Ну, только не бухой, а просто вот ты пойдёшь кружку чая, понесёшь наверх. Как ты будешь по этой фигне подниматься? Ну, вот по правой. Левая ещё ладно. Хотя там тоже ногу особо некуда поставить. Придётся левую ногу ставить максимально к левому краю ступеньки, а правую максимально к правому краю. И идти вот так, как краб. А по правой я вообще не знаю, как подниматься. Мужчина украл сломанную швейную машинку и починил её. Он хотел шить. Кто-то пишет, этот парень был из тех, кто просто любит шить. Прекраснейшие новости. А, украл. Не, плохие новости. Я думал, купил. Посиделки у костра в 2019-м. Посиделки у костра в 2020-м. Иди своей дорогой, сталкер. А что, так можно было? Эм, ну, видимо, да. Правительство, работайте из дома. Госслужащий. А чё, ещё актуально, да? Косынку раскладывать на работе. Косынки уже, по-моему, и в Винде нету давно. По умолчанию. Ну, как раньше было. Кто-то из вас сейчас работает кассиром, курьером, раздаёт листовки, но защитив диплом... Мы ими и продолжим работать, но с дипломом на полке. Ну, это факт, если получать диплом ради диплома. Смысл-то в образовании, в знаниях, а не в бумажке. У меня диплом, он тоже пылится в шкафу. Но знания-то я получил и применяю некоторые из них. Сила воли нормального человека. Моя сила воли. Милый, голодный, пупсик. Жратико. Если подходить к дизайну творчески, даже такая деталь, как дверная ручка, может сделать ваш интерьер особенным. Ага, гости дёргают ручку, а сверху на них вода льётся. Сразу понятно, что гостей тут не любят. Неординарные доработки вполне привычных вещей. Увидел в Норвегии фен для обуви, встроенный в стену. В этой микроволновке предусмотрены розетки. Судя по выражению лица розеток, они сами в шоке от происходящего. Принтер, который использует наполненные краской шарики вместо чернил. И не протечёт, и удобно заполнять заново. А это не M&M's? Каждая фигура показывает, куда именно ей можно ходить на шахматной доске. Хм, прикольная задумка. Не думаю, что это сильно поможет в том, чтобы научиться играть в шахматы. Хорошо. Но сама по себе идея прикольная и выглядит забавно. Для тех, кому за 20 придумали бутылку воды с органайзером для таблеток на неделю. Вот это вообще прекрасная вещь. Особенно, если ты проводишь много времени не дома. Боги маркетинга и мыловарение в одном лице. Мыло. Бархатная жёбка, дефаут версия 5. Пожалуйста, не осуждайте нас за маркетинг. У нас нет команды профессионалов, чтобы красиво донести мысль о том, что кошка на жёбке должна быть топчик. Чего? Аромат персик. А, кошка на жёбке. Типа кожа на заднице. О, господи. Сказали сделать велодорожку, а убрать деревья не сказали. Гениально. Блин, это же обычный курятник. Прикиньте, куры там такие живут. О, о нас заботятся, нас кормят. И такие видят. Ой, а что значит это вывезка KFC? Строю планы, куда пойти на выходных. Нифига себе, у тебя большая квартира. Да тебе явно есть куда пойти. Туалетной бумаги нет. Закончилось. Мой жопу языком, я же учил, ну. Каникулы, которые я могу себе позволить. Испанские каникулы. Грейпфрут и цветущий лайм. И почитать есть что. Препод на дистанционном обучении. Так, сейчас мы пишем экзамен. Вся наша группа. Зависло что-то. Притворяется зависшим. Алё, алё. Вас не слышно. И быренько побежал гуглить. Вопросы. У, удалённое обучение. Да, два монитора это шикарно. У меня вот два монитора. Я тоже на одном обычно что-то делаю. А на втором включаю видосик какой-нибудь, например. Судья. Это вы его убили? Я. Нет. Судья. Вы знаете, какое наказание положено на задачу ложных показаний? Я. Пододвигаюсь ближе к микрофону. Не такое строгое, как за убийство. Я у мамы математик. Да не, по-моему, в нашей судебной системе обвиняемый может не свидетельствовать против самого себя. Насколько я знаю. Я, конечно, не юрист, но, по-моему, это так. Если есть юристы, поправьте в комментах. Напряг своего пёселя делать курсач. А у него там точно курсач открыт? Он, по-моему, там уже взламывать что-то собрался. Когда выбираешь причину, по которой не полетишь этим летом в отпуск. Хм, коронавирус или курс доллара. И то, и другое. Спасибо. СПС. Кто пишет, премного благодарен. Не, там поезд надо было вставить. Пенза на ультра низких настройках графики. Кто пишет, вся страна в таких настройках. Да, особенно, когда приезжает кто-нибудь проверять. Перед чемпионатом мира, я помню, завешивали у нас здания такими штуками. Я. Ну что ж, пора спать. Ютуб. 10 фактов о чёрных дырах, про которые вы не знали. Я. Так, так, так. Давайте это выясним. А что, я люблю всякие документалки перед сном смотреть. Под них и засыпать хорошо. Я частенько подкасты какие-нибудь включаю себе в наушники и спать ложусь. Одна молекула воды попадает мне на палец. Сканер отпечатка пальца. Кто этот чёртов засранец? Когда батя с юмором. Пап, я хочу есть. Пап, я хочу есть. Пап, купи что-то. Пап, купи что-то. Ну, пап, хватит. Ну, пап, хватит. Моя жена некрасивая. Моя жена красивая. Я тупой. Я гений. Моя дочь тупая. Моя дочь тупая. Пап. Пап. Остались ли те, кто в это не играл? Кто пишет, я никогда не играл. А я играл. Я помню, как Pokemon Go выходила во всём мире, а у нас в России её официально не релизили никак. Все скачивали откуда-то там с левых серверов, устанавливали, ходили, играли. И ждали, пока игра появится на русском языке. А они всё тянули. В итоге они её официально выложили в российском магазине приложений, так и не перевели на русский язык и выложили её через два года. Когда уже никому это не интересно стало. Психолог, прислушайтесь к своему внутреннему голосу. Мой внутренний голос. Может по бутербродику? Да, особенно ночью. Сквонг, мифическое существо, которое очень уродливо прячется от чужих взглядов и проводит большую часть своей жизни в слезах. Кто пишет, всё ясно, я Сквонг. И да, друзья, вот к этой картинке вы можете придумать прикольную подпись и написать свой вариант в комментарии под этим видео. Лучшие из них обязательно попадут в следующий выпуск. Не забудьте поставить лайк этому ролику, если он вам понравился, а также подписаться на канал, если ещё не подписаны. И нажать колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. А если вы ещё не посмотрели другие мои видосы, обязательно их зацените. А впереди вас ждут ваши лучшие комментарии к предыдущему выпуску. С вами, как всегда, был Алексей Сова. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова